В центре Люберец открыли мемориальную доску директор авторемонтного завода Юрию Сухову. Пришли депутаты, представители власти, члены общественных организаций, молодежь. Каким люберчане запомнили Юрия Сухова, узнал Богдан Колесников. Событие собрало много людей разных возрастов и профессий, но у каждого Юрий Сухов оставил добрый след в душе. Юрий Дмитриевич четырежды избирался депутатом Люберецкого городского и районного советов. Коллеги о нем вспоминают. У нашего депутатского корпуса, кроме хороших добрых дел, которые мы делали, есть еще большое количество фото. И автором этих фото был Юрий Дмитриевич. Причем, наверное, за все, что он брался, он делал на пятерку с плюсом. Всегда была своя позиция. Четкая, конкретная. Не всегда созвучная, но зато своя. Человек из номенклатуры. Не каждому удалось выйти на такой вот уровень в своей активной жизни. И деловой, и политической. Я Юрия Дмитриевича знал лично. Это для меня человек, который действительно объединял вокруг себя большое количество людей, людей, которые занимаются делом. Человек действительно с большой буквы. Мемориальную доску открыли на фасаде административного здания Люберецкого авторемонтного завода, руководителем которого Юрий Сухов был в течение двух десятилетий. Последний первый секретарь городского комитета КПСС Анатолий Сыромятников, знаком с Юрием Дмитриевичем со времен учебы в Люберецком техникуме сельскохозяйственного машиностроения. Есть люди, о которых спустя много лет можно вспоминать с гордостью. Они могли только вырасти в те времена, когда у нас была самая дружба настоящая, бескорыстная. И все были на цели на совершение добрых дел. Других у нас не было целей. Долгие годы дружбы и сотрудничества связывали Сухово и с Люберецким техникумом имени Гагарина. Юрий Дмитриевич на протяжении более десяти лет был бессменным председателем итоговой аттестационной комиссии, которая аттестовала наших выпускников по специальности техник-авторемонтник. Наши дети, конечно, наши студенты проходили производственную практику на заводе. Выпускники техникума и сейчас здесь работают. Заводчанам и принадлежит инициатива открыть памятную доску. Администрация поддержала. Символично, что ее открыли 17 апреля, в день 75-летия Юрия Сухова. Безусловно, это память. Юрия Дмитриевича многие знали, с ним работали. Для семьи, конечно, это мне как сыну, ну и моей сестре, соответственно, ну и также детям. Вот, это приятно. Юрия Сухова не стало в октябре 2019 года. Но его дело продолжает жить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.